Вот буквально 10 минут назад, был готов уже начать запись этого видео, мне прислал знакомый из Нью-Йорка ссылку на издание «Фокус» украинское, где излагается интервью. Вот буквально 10 минут назад, был готов уже начать запись этого видео, мне прислал знакомый из Нью-Йорка ссылку на издание «Фокус» украинское, где излагается интервью президента Зеленского паразитским журналистам. Это интервью опубликовано 20 апреля, то есть в тот день, когда Конгресс Соединенных Штатов, Палата представителей утверждала помощь Украине, возможность которой ещё неделю назад мало кто верил, я это точно знаю как факт, потому что я присутствовал в этом информпространстве и видел, кто какие питает по этому поводу предчувствия. Так вот, значит, как раз когда Конгресс, когда здоровые силы в Конгрессе США боролись с нездоровыми за помощь Украине, президент Зеленский дал интервью, которое, вот «Фокус», «Фокус» озаглавило так, «Зеленский о двойных стандартах в политике». Здесь Зеленский сравнивает, как союзники помогли Израилю отразить атаку Ирана, одной из самых мощных воздушных атак, которые были за последние годы, но если брать вот одноразовую только атаку, с тем, как Запад помогает Украине, помогает или не помогает. И размышление Зеленского сводилось к тому, что наблюдается двойная стандарта, то есть Израиле всё, а вот Украине ничего. Это, значит, он всё сразу отмёл на двойные стандарты. Но меня расстроило это интервью. То есть, вместо того, чтобы говорить о позитиве, дали, дали, наконец-то, помощь, надо говорить о том, что делать дальше. Начинается «Нытьё опять старая песня о двойных стандартах», то есть, опять виноват дядя какой-то, мы такие хорошие, пушистые и так далее. Я хотел бы вернуть немножко президента Зеленского в реальную ситуацию для того, чтобы… То есть, понимаете, нельзя требовать любви к себе, нельзя требовать, чтобы кто-то с тобой дружил, как с лучшим другом. Этого нужно добиваться. Нужно добиваться своими силами. Нужно сделать так, чтобы тебя полюбили, тебя зауважали. И тогда не будет двойных стандартов. Чтобы к тебе относились так, как вот к Израилю Америка, надо быть Израилем. Нужно уметь выстраивать отношения. Вот израильская элита, нужно иметь израильскую элиту в Украине на банковой, которой, к сожалению, нет. Все лучше уехали. Остались Майму, Теша Майму. В общем, вся проблема. Израиль 16 лет занимался подготовкой, вот как писали в аналитике американские, по поводу удара или отражения иранского удара. 16 лет выстраивали многоярусную систему противовоздушной и противоракетной обороны. Вот это у них было вылыкое будивництво. Они не разворовывали иностранную помощь. У них нет батальона Монако. Израильская элита относится к своей стране как к своему дому, как к своей квартире, которую надо обустраивать, охранять, чтобы этот дом был его крепость. Чем занималась в это время украинская элита, а последние три года элита президента Зеленского? Мы все хорошо знаем. По этому поводу не надо даже мне вам рассказывать сказки. Поэтому, если ты так сам относишься к своему дому, то почему ты думаешь, что какой-то дядя Заморский должен о твоей безопасности думать и заботиться больше, чем ты сам? Это первое. То есть, есть такая басня, надо, наверное, опия президента Зеленского прочитать эту басню. Называется «Стрекоза и муравей». И там такие фразы такая есть. «Ты все пела, это дело, так пойди же попляши». Попляши, ну, слава богу, есть люди с совестью и с понятием геополитического, так сказать, ответственности. Поэтому, невзирая на хамское иногда, а хамские ответы, которые с Банковой доносились с октября 2021 года, по, скажем так, почти по 20 февраля 2022 года Запад пришел на помощь. Ну, мы знаем, что после этого последовало. Последовало то, что Зеленский потом в одном из интервью сказал, ну, это же разворовывается не ваши доллары, не ваши деньги, а это мы типа разворовываем свои гривны. Это неправильно, это никого не введет в заблуждение, потому что украинский бюджет вот сейчас зависит примерно на 60-70% от вливания долларов и евро. То есть, каждая гривня 60-70% – это помощь извне. Поэтому, воруя гривну, вы тем самым воруете центы, 70 центов или 80 евро и так далее. И начинать надо всегда с себя. Что ты сделал для того, чтобы к тебе относились так, как Израиль? Нужно быть Израилем. Нужно иметь элиту такую, как в Израиле, а не ларечников и пиарщиков. Вот тогда и все будет хорошо, все будет иначе. Ну и слава Богу, слава Богу, несмотря на вот эти все детские, детский лепет, который, к сожалению, доносится с самого верху правящей команды из Киева, все-таки фортуна повернулась, повернулась лицом к Украине, не благодаря правительству и ОПЕ Ермака, а вопреки этому всему. Потому что то, что сделал последний буквально шаг администрации Зеленского, это вообще вопиющий поступок, который трудно так спокойно объяснить. Когда в разгар, в тяжелейшую ситуацию, в ходе военных действий, фактически обезглавливается все командование вооруженных сил Украины, все лучшее, что там накопилось, и что проходило тренировку в тяжелых боях в первые два года. Взяли, обезглавили, а теперь спрашивают, почему двойные стандарты? Это уникальный инфантилизм, который, ну, он уже не лечится, его можно решить только в ходе предстоящих выборов. Вот для того, чтобы к Израилю относиться так, как относились Америка и другие западные государства, не говоря, к Украине, так, как к Израилю, надо вот это все, которое сейчас находится на Панковске, в следующих выборах смести и посадить туда нормальных людей, которые будут руководить Украиной не как местом, которое можно раздеребанить и вывести деньги в офшоры, а как своим собственным домом. Ну, а теперь перейдем непосредственно к тем событиям, которые вчера пошли, потому что вчера было не просто принят закон помощи Украине, вчера был, по моим оценкам, поворотный момент, поворотный момент и для Украины, и для Соединенных Штатов, а может быть и для всего мира. Американцы и союзники западные намерены использовать новую возможность, которая появилась вчера с утверждением помощи в Украине, самым эффективным образом. Это дело не будет отдано на самотек, за ним будет контроль за то, как это все будет осуществляться. Ну и многое зависит от того, как поведет себя администрация президента Зеленского. Если все будет хорошо и администрация Зеленского будет сотрудничать с американцами, как это делают израильтяне, вот тогда не будет двойных стандартов. Я вам еще последний пример приведу, откуда появляются двойные стандарты. Их нет, двойных стандартов, когда есть доверие. Вот смотрите, последняя, значит, история по поводу ответа Израиля на атаку Ирана. Обсуждался вопрос, массовый, массированный наносить ответный удар Израиля или нет. Вы знаете, Байден администрация была против. Почему против? Да потому что выборы у них на носу. Ответный массированный удар Израиля, а на него Иран бы ответил, то есть американцам пришлось бы вмешаться в военном плане напрямую. А это гарантированный провал на выборах Байдена. Так вот, значит, тут возникло противоречие между Нитанияху, которому надо нанести этот удар, и Байдену, которому это совсем не надо. И там были очень непростые, как я полагаю, переговоры. Но, обратите внимание, по всякому случаю, в американских СМИ об этих переговорах, они все шли деликатно. Как в хорошей семье, возникают противоречия, разные точки зрения по одному и тому же вопросу. И всё это обсуждается внутри семьи, и ссор не выносится из избы. Вот это и есть доверие. Это и есть отношение союзников. Но когда приезжает, или не приезжает, они встретились в Мюнхене, что ли, или позже, ну, короче, это неважно, когда вице-президент якобы кому-то сказал из украинских представителей по поводу этих ударов по НПЗ, а потом якобы об этом сказал Салливан, несмотря на то, что официальная позиция США, мы не вмешиваемся в это дело, эти решения принимают украинцы. Ну, то есть, возникла проблема. Первую утечку. Кто сделал? Опа, Ермака. Деликатный вопрос. Сказали. Ну, хорошо, не понравилось. Но объясните, тем более, что у Украины, у руководства были все основания наставить на том, что они правы. Во-первых, эти удары по НПЗ не повышали цены на нефть. Во-вторых, что надо ударять по этим НПЗ и так далее. Надо было убеждать. Как израильтяне убеждали американцев после иранского удара. Но когда к тебе приезжает дядя, от которого зависит, получишь ты помощь или нет. Только дядя уезжает, а ты на весь свет. Вот дядя, негодяй, такое сказал, мерзавец. Тут же все это подхватили. Опять Салливан, опять Бернс, все плохие, это те люди, которые бились. Бились. Если бы они не бились, с этой помощью бы вчера, никто бы не утверждал, никто бы не утвердил, потому что они были главными в этом деле. Ну, так вот, подведу итог. Для того, чтобы к тебе не относились с двойными стандартами, нужно иметь доверие. Чтобы иметь доверие, нужно вести себя цивилизованно. Не подставлять своего союзника, не выставлять его в дурном цвете. Вот израильтяне, они этого не делают, потому что они хорошо, наверное, знают эту фразу, что любимый челок, ну и далее, вы знаете это. Или помнят завет из Библии, не кусай руку дающему. Вот, и тогда все будет хорошо. Поэтому, дорогие друзья, на этом хочу закончить сегодняшний выпуск. Слава Украине вооруженным силам! Враг будет разбит, победа будет за нами! А вам, как обычно, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин,